Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о еде. Я вам покажу 5 продуктов, которые всегда есть у меня в холодильнике или в кухонном шкафу. Мы очень часто их едим или готовим из них различные блюда. И первый продукт это лимон. Лимонов у нас всегда много, и когда они заканчиваются, покупаем новые лимоны. Почему я так часто их беру? Во-первых, утром я люблю пить воду с лимоном, обычная вода и кусочек лимона. Это просто очень вкусно. Мы добавляем его в чай, а также из лимона можно приготовить различные заправки для салатов или маринады. В общем, лимон, я считаю, просто незаменимая вещь в любом холодильнике. Да, кстати, а цедру лимона можно добавлять в различную выпечку, печенье, кексы или бисквиты. Второй продукт, который всегда есть у нас в холодильнике, это молоко. Мы пьем молока так много, что я иногда шучу, что нам проще завести корову, чем покупать молоко в магазине. Мы всегда стараемся брать молоко с высокой жирностью, это примерно 3-2%, но не деревенское, а вот такое вот магазинное, потому что деревенское для меня слишком уж жирное и сытное. Почему так много молока у нас уходит? Во-первых, почти каждое утро я варю из молока каши. Иногда делаю омлеты с молоком, и мы пьем кофе с молоком. А мой муж обожает пить молоко просто так. То есть наливает себе 2-3 стакана молока и запивает им какую-то еду. То есть молоко у нас прям продукт номер один, мне кажется. И в день у нас уходит примерно 2 или 3 вот таких вот бутылки. И это не шутка. И третий продукт моей подборки это горчица. Горчицу я покупаю разную, вот в таких вот баночках всегда. То есть ту, которую можно намазать. Не сухую горчицу. Сухую горчицу не очень люблю. Мы готовим из нее различные заправки для салатов. И также опускаем в маринад. Горчицу очень классно замариновать какое-то мясо. И потом запечь его в духовке. А муж любит мазать горчицу просто на черный хлебушек и есть. И потом дышит как дракон. И четвертый продукт, который всегда есть в моем доме, это шоколад. Я его просто обожаю. И пока что я даю предпочтение именно молочному шоколаду. Очень люблю утром пить кофе с молоком и заедать кофе кусочком шоколада. Это просто замечательное начало дня. Моя подруга, кстати, тоже раньше ела молочный шоколад, но сейчас перешла на горький. Но я пока держусь на нем. А еще держать молочный шоколад без добавок на кухне нужно потому, что из него можно приготовить какие-то вкусные десерты или сварить какой-нибудь необычный крем. И пятый продукт, который всегда есть в нашем холодильнике, это вот такая вот клюква в сахарной пудре. Мы узнали о ней этой осенью и теперь берем постоянно несколько коробок и постепенно их съедаем. В нашем городе, я знаю, что она продается во вкусвиле, мы покупаем ее именно там. Но я думаю, что клюква в сахарной пудре должна продаваться в других магазинах и, возможно, даже есть на рынках. Мы почти перестали покупать конфеты. И после того, как открыть для себя эту клюкву, с мужем каждый вечер наливаем себе черный чай и пьем его именно с ней. Это очень вкусно. Там внутри свежие ягодки клюквы. И когда ты ее ешь, она прям тает во рту. И это невероятно. В общем, если вы никогда не пробовали такую клюкву, советую вам обязательно ее найти и попробовать. И пишите потом в комментариях, понравилась вам она или нет. Вот такая у меня получилась подборка из пяти продуктов, которые всегда есть у меня на кухне. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какими продуктами чаще всего пользуетесь и что любите есть вы. И не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok